всем привет дорогие подписчики сегодня мне в руки попали два и очень интересных экземпляра это две бритвы от моего дедушки спасибо моему дяде что любезно откликнулся отправить их мне бритвы довольно старые ему уже наверно около 30 лет может быть даже больше как вы видите на лезвиях есть следы коррозии ржавчины вот такие вот бритвы мне достались от моего дедуля это кстати довольно неплохом состоянии есть конечно маленькие заусенцы но очень неплохое состояние это бритва а вторая видно что он пользовался довольно часто и кромка немножечко или потише пожалуйста и кромка немножко ободрана то есть есть заусенцы но и как мне кажется видно от следы заточки дедушка пытался точить как мне кажется кромка немножко неровное придется выводить обе бритвы сделаны в россии на одной до сих пор видно название написано бритва будет конечно очень тяжело сфокусировать так обе бритвы российские имеет они разные ручки 1 чуть чуть потолще другая чуть чуть потоньше где-то видны следы опять же от ржавчины коррозии вот на заклепочке здесь на самой бритве есть 2 2 более или менее выглядит довольно неплохо немножко другая ручка более обтекаемая но и здесь видно что дедушка не очень много работал ты бритвы есть пару заусенцев но думаю будет легко править и хочу сразу же подметить что это мой будет второй опыт в заточке бритв точил я всего лишь один раз до этого то есть большого опыта у меня нету так что пожалуйста строго не судите будем пробовать точить и точить же опять же буду для себя это не для клиентов не для кого-то только для себя и потом будем пробовать как у нас это прошло вот так вот выглядит бритва у нас здесь написано бритва первые буквы видны здесь стоят только какие-то цифры довольно тяжело разобрать может быть цена 53 копейки что-нибудь в этом роде здесь написано бритва и стоят еще какие-то цифры те кто обладает информацией пожалуйста напишите что за бритвы где сделаны были у кого-то может быть аналогично имеется и самое важное что за сталь судя по ржавчина мне кажется что это углеродистая сталь ну какая именно я не в курсе кто знает пожалуйста напишите в комментариях итак сейчас мы немножечко шлифаем уберем немножечко ржавчину причем с обоих лезвий с обоих бритв и посмотрим как у нас будет выглядеть после шлифовки не переключайтесь оставайтесь с нами у меня здесь есть один интересный продукт называется свинт металлическая губка пропитанная уже специальным мылом которая хорошо удаляет налет ржавчины собственно мы сейчас попробуем немножко очистить и и и Продолжение следует... После чего можно будет пройтись еще раз, попробовать пройти наждачкой, шлифануть, и посмотреть, как у нас после этого изменилось лезвие. Так, ребята, решил я попробовать сначала ксерокс номер 320, чтобы вывести кромочку. И, кстати, я полирнул немножечко нож, можете смотреть, точнее, видеть, как он уже блестит. И теперь вы можете даже прочитать надпись. Написано «Бритва», затем «Москва» и цифра 5.1. «Бритва Москва 51». Возможно, 51 год изготовления, не уверен. Кто знает, подскажите, что за сталь, о чем говорит по названию и так далее. Ну, а сейчас мы будем пробовать. Значит, на номере 320 серокс, выведем кромочку и сначала 320, затем номер 1000, затем номер 3000, 5, 10 и кожа. Кстати, взял я свихир ксерокс 320 и взял эту плоскость, которая у меня не рабочая, она идеально прямая. Ну, попробуем. Будет интересно. Буду тащить с каждой стороны, по одному проходу, с каждой стороны. Считать пока не буду, просто буду делать одинаково. Когда почувствую, что кромка уже выведена, тогда и перескочу на другой камень. Повторяюсь, это мой всего лишь второй опыт по заточке бритвы. Точу я для себя. Не уверен, какой результат у нас, конечно, получится. Но что-то, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, после 320 переходим на 1000 кинг. Проведем некоторые манипуляции уже здесь. Этот камушек кинька, он немножко поменьше размером. Уже не так удобно на нем работать, как на ксероксе. Посмотрим, что у нас тут получилось. Мне кажется, немножечко неровно идет. Вот эта сторона немножечко побольше, кромочка. Здесь чуть потоньше. Ну и здесь аналогично. Здесь потолще, а ближе к краю здесь потом. Номер 3000. Вот так вот результат после 1000. И сейчас переходим на 3000. И в бой. Так, вот что у нас получилось после номера 3000. Вот такая вот кромочка. И сейчас мы переходим на камушек номер 5000. Точнее 6000 и 10000. Я для себя понял, что мне немножко удобнее точить по привычке, как ножи. И как-то мне кажется, что у меня немножко лучше-то получается. И я хочу попробовать продолжить точить так, как нравится мне. И как у меня лучше получается. По моим ощущениям. Что-то водить. А каждый раз сначала одну другую сторону. Да, как-то есть что-то в этом интересное. Но, так как я привык точить ножи, у меня немножко с этим тяжеловато. Движения у меня все равно идут как для ножей. Да. Я иду. Затем. Точнее. Так. Точнее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...